Денежных накоплений ее лишил родственник, причем сделал это весьма оригинальным способом. 33-летний Ярославец приобрел скимминговое устройство и установил его на тот банкомат, которым потерпевшая пользовалась чаще всего. Узнав пин-код, он изготовил дубликат банковской карты и все 130 тысяч рублей у него в кармане. Однако воспользоваться деньгами мужчина не успел, его задержали. Ущерб своей родственнице он возместил и вот сейчас возбуждено и расследуется дело по 183 статье незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну. Скиммеры главные враги банков по всей стране, причем приобрести их можно просто через интернет. Устанавливают устройство на клавиатуру банкомата или в картоприемник. Подсмотреть ваш пин-код электронные воры могут и с помощью видеокамеры. Установка займет у профессионала не более 20 секунд. Подобные преступления становятся все популярнее. Только в прошлом году в Ярославской области были выявлены две группировки, которые занимались скиммингом. Тогда были похищены коды 40 банковских карт. Ярославцы бы не досчитались 700 тысяч рублей. В последнее время пошли такие преступления, как устанавливаются специальные устройства на банкомата, которые считывают карточки, коды. И соответственно все это потом используется и снимаются деньги со счетов. Проводим профилактические мероприятия с населением, чтобы были осторожнее при снятии денежных средств. Свою борьбу ведут и банки. Почти при каждом существует группа реагирования, которая ежедневно объезжает банкоматы. Кроме того, каждый из банкоматов оборудован видеокамерой. Однако бдительность должны проявлять и сами владельцы карт. Когда вы просовываете свою карту, важно видеть, насколько накладка здесь установлена сильно близко или она шатается. Если вы видите какие-то шатания или зазоры между накладкой и вашей картой и банкоматом, то лучше воздержаться от использования этого банкомата. Нужно убедиться в том, что клавиатура держится. Она не шатается, нет признаков того, что ее открывали. И конечно же, что на ней есть отметка банка, что она опечатана. Кроме того, при вводе пин-кода специалисты советуют клавиатуру прикрыть рукой. И еще, ваш секретный пароль не сообщайте никому. Четыре цифры должны знать только вы. Георгий Колчин, Георгий Иванов, Денис Ромашов. День в событиях. Георгий Колчин.